друзья всем привет с вами вновь схема сборки продолжаем нашу работу с декалями над моделью maclaren mp4 на 30 от эбро неплохо получились наклейки на торцевых пластинах заднего антикрыла соус работал все обтянуло все так более-менее хорошо выглядит и вечно расстраивающая меня вещь вот столько свободного места мы вклейте сюда номер пилота но вклейте сюда 14 у талонца я тут обнаружила небольшую несостыковку сейчас сразу доделаю есть отверстие их надо прорезать эту детализация хорошая вот эти прорезал все они кое-как да получились а вот эти четыре упустил пролив немножко солом чтобы они клеились хорошо и обычно зубочисточкой в таких местах распирают декаль тут толку не будет вот и пусть она сохнет готова как вы заметили приклеил надпись maclaren на заднее антикрыло и хочу уже может быть или собрать или уже провокировать потом собрать пока не решил но и не в этом сейчас главная задача главная задача в нашем обтекателе тут очень много работы предлагаю просто тупо продолжить клеить декали с чего бы продолжить но раз мы приклеили носовую она кстати неплохо легла единственный тот момент на самом носу есть воздухозаборник отверстие которое каким-то образом нужно выделить например зубочисткой и опять же туда соло сейчас нальем будет ничтяк хай ну там приваривается хорошо носик получился смотрел со всех сторон он прям такой прям класс я рад дальше хочу приклеить вот эту изогнутую декаль с номером пилота ну собственно говоря этим и займусь если хочу знаете я обратил внимание что вроде как кажется этот maclaren черным на нем мало якобы декали на самом деле этих декали много так же как и в случае с ретро маклареном цветах красно-белых там кажется что он красно-белый на самом деле очень много всяких доклеечек подклеечек вот так и здесь на первый взгляд кажется приклеил две декальки вперед здесь их намного больше как видим два номера еще одна лишняя декаль сейчас будет 22 номер чемпион мира дженсом баттон 14 номер двухкратный чемпион мира фернандо алонсо ну любой болельщик формула-1 почти любой я думаю поймет что я буду делать фернандо алонсо ну как ни крути у испанца болельщиков на порядок больше чем у дженсона 10 лет назад я с упоением смотрел как юный фернандо сражается с михаэлем шумахером за свой чемпионский титул первый на то время за рулем болида рено это было эпично как сейчас помню в монсо он всю гонку его держал позади себя алонсо шумахера тогда это было слегка непривычно ведь михаэль был непобедимым на тот момент пилотом непобедимой на тот момент команды ferrari вот макларен 2015 года не то чтобы победимый он вообще никакой оказался это конечно печальный факт для команды да и для всей формулы-1 в целом пожелаем удачи ребятам сегодня стартовали тесты сезона 2016 обновленная honda обновленный макларен посмотрим чего они добьются в этом году сейчас пока будем посмотреть чего добьюсь я от этого макларена не самые удобные декали для поклейки скажу я вам этого макларена а как я так вытащу ну так как-то так попытаюсь развернуть ее боли ну я как всегда тут же у нас какой-то в открылок под него должна уходить декаль куда-то под него по моему надо наоборот двигать другую сторону сейчас тут уже поприсохла и пожалуй снова обращусь фотографиям посмотреть точно где нет штука так понятно вот эти вот у нас уходят на вверх тут аж вот так они должны уходить наверх давайте попробуем все это размягчить как-то разгладить задачка не из простых ну что ж я с этом прям сильно размягчил все декаль вроде бы положил ее прям на место сейчас посмотрю еще с разных сторон так что делаем теперь я хочу просушить ватной палочкой надеюсь ничего никуда не уедет но она опять же не прилегает прям везде где должна прилегать тут сами видите какие сложные изгибы идут всего этого попробуем добиться уже солом не а ребятки надо переходить на сол в этот цвет нифига нам тут погоды не делает но пусть чуть-чуть свет просохнет и начну любить товарищ сол пришел к нам на помощь надеюсь он нас спасет иначе не хочет она тут липнуть и все хорошо она прилегла здесь тут какая-то у нас пузырек воздушный остается тут еще отверстия для крепления подвески они прям на эту тему падает это не очень удобно видимо где-то там на миллиметр чуть-чуть я сделал ниже чем надо здесь просто свободное поле пойди угадай как куда это крепить уже ближе к истине пол серии одну декаль клею да ну так вот с ними когда вы ничего не используете там максимум макфит декальки поклеить дело одного часа когда вот так вот все выверено и высчитано то довольно долго еще раз поливаю солом заодно пройду передницу чтобы получше все приварилось все и дам ей постоять фух ну и после таких сложных манипуляций давайте приклеим номер 22 у нас прямо а вернее какой 22 14 и не путал маленькая четырнадцатый номерок ляпнем наверх и вроде бы с носом они не все еще у нас с носом есть еще две декальки 14 15 мы сейчас визу ищем вот они тоже пришли на дарик сразу так и пожалуй в этом случае я не буду пользоваться солом возьму маркфит и пройдусь и так стук главное попасть на серединку и как-то на чуть чуть ближе должны быть сдвинутого сюда естественно все плавает сразу накинем эти маленькие декальки так я надеюсь в кадре там все ближе к центру так и желтенький маленький треугольничек электрической безопасности вернее опасности сюда да не обращаюсь на них внимание кажется что их и нет сейчас прям глаза кидается хочу чуть-чуть раздвинуть вот так да маркфит стронг если кому-то интересно если не интересно то просто какая-то жидкость от какой-то фирмы размягчающая и приваривающие декальки все смотрите обретает наш макларен уже какие-то общие черты это очень круто немного передохнув продолжу наводить красоту на наш макларен mp4 на 30 я думаю что пора приклеить нам боковые понтоны тут нам сразу с этой сол понадобится ибо тоже непростая поверхность современные болиды форму-1 практически нет ровных поверхностей все изогнуто беда не в этом беда вот этой решетки то что часть декали будет на нее заходить как-то будет надо ровненько все это еще сделать я уже сам жду не дождусь момента когда можно будет покрыть лаком уже собирать эту модель одновременно с тем как прокачивается скилл увеличивается время сборки слишком много возни не сказать что она очень приятная но по-честному в общем то все таки главный положительный эффект от моделизма это когда-то уже модельку под собрал так сказать чуть ли не в конечный вид пока ты возишься с этими штуками все не так просто как-то так оно должно идти сейчас на на опять будем делать большой перерыв потому что я сразу на на приклеив вторую залею это все солом и буду ждать ну чуть-чуть дам ей просохнуть она уже немножко треснула в одном месте за раза такая то есть опять бы не было никаких проблем если бы не вот эта решеточка на которую декальт находит и которую надо сейчас будет словом как-то заставить туда вогнуться я кстати здорово получился руль я тут между делом проклеил декальку короче как сделал просто положил сверху на все кнопочки ориентировал и прям налил туда соло много-много да конечно сол как всегда дал где-то пустые пространства но они не очень заметны а вот то что кнопочки цветные стали и красивые это заметно хорошо я может быть если хватит у меня усидчивости терпение орудия еще немножко доделают карбоном поглядим но пока у меня вполне устраивает уже ну а товарищ боковой понтон ждет свою декальку ну вот пока как то так сейчас чуть подсохнет я пройдусь солом надеюсь в решетку все это варится хорошенечко надо посмотреть что еще за декальки нам нужны можем ли мы их приклеить я думаю да давайте да наверно вот это приклеим тут тоже поняли дача за проблема проблема в том что декаль должна лечь очень и очень ровно и при этом вся изогнуться как-то так только ровно поняли да опять же сет попробую размягчить чтобы она хоть чуть-чуть ушла в свои стороны в начале у меня это даже получается ведь может и дальше фартамент не не дальше началось совсем другое а я вам сейчас покажу как я карбон то клеил не знал прокатит леса и так просто пальцами берешь растягиваешь пальцы то понадежнее всяких кисточек это можно делать только с этом солом уже все пальцами лучше не лезть зато видите свет очень неплохо размягчает декаль я могу его тот прям уже загнуть не сказать что прям комфортно ну хотя бы реализуемая задача пока пока не пошел изгиб в третью сторону чем там какие-то фотографии макларена появились в интернете непонятные и на этих фотографиях ливрея болида осталось точно такой же меня этот факт слегка разочаровал я думаю многие ждали красно-белого макларена или оранжево как и в прошлом году ночью то у них там фантазия заканчивается так у меня тут забито все солом несколько раз равнял это верхняя часть очень тяжело и попасть на середину доверимся не знаю может быть действительно разровняет все да не может быть это обязан просто уже должна быть крутая модель и я приклеил небольшие декальки сейчас займусь остальными тут есть по сути основное что должно быть mobile 1 honda вот их приклеим потом еще чуть-чуть и все можно будет дождаться когда высохнет сол я пожалуй до завтра прямо ставлю и завтра спокойночка завтра нет не покрою я братцы завтра же 23 февраля буду работать и кстати завтра розыгрыш такой же модели от компании эбро так что не пропустите я выложу прям видео давайте договоримся чтобы мы там не тупанули в 10 утра я выложу дать в 10 утра я выложу видео где объявлю победителя и мы с вами пойдем алкогольные возливания делать от радости или от досады тут уж кому как повезет ребят не обессудьте ну давайте клеить honda сразу обе намочу хотя нет хотя нет тут довольно все сложно опять у нас изогнут рельеф в нескольких плоскостях так что торопиться не будем я показываю процесс декали почти в прямом эфире до в надежде на то что как можно меньше вопросов у вас останется в конце выпуска я обслужу еще одну одно наблюдение скажем которое я сделал и возможно именно но для кого-то станет определяющим фактором почему так почему сет сол почему маркфит и что вообще происходит и почему я когда-то делала у меня не получилось знаете вот такие приколы вот я почти близок к разгадке почему так honda у нас ложится прям задницу прям мне кажется что я офигенно попал да смотрите кусок так как этого не танки зеленой краской пачкать сейчас как нагрузятся бттшники не ребят у нас дружная передача просто вас малеха подколол дружба то она в том и заключается что друзья могут подкалывать друг друга абсолютно безнаказанно у нас еще пару декалек куда-то исчезли вот тут с а сейчас мы их тоже сразу о чем и ждем давайте пока это мокнет вот они эти с небольшие наклеечки тоже сразу их в водичку кстати я не помню рассказывал или нет у меня было несколько раз когда я окунал воду деколь а потом оказывалось что она не подходит не ту просто взял там перепутал мало ли чё бывает да с людьми так вот в этом случае вы можете спокойненько вашу декольку положить куда-нибудь на подоконник там на солнышко она снова просохнет и станет если не в первозданном то почти в первозданном виде так что ничего страшного нет если что не бойтесь читая эту приклеил тут не словом даже не промазал ничем вот об этом я хочу в конце с вами поговорить думаю вы все уже заметили что на этом макларене отсутствует алкогольные спонсоры ну да не беда это же не отсутствие там титульного спонсора да как это было на красно-белом макларене я думаю что ничего страшного главные спонсоры здесь раскраска сымитирована в точности поэтому поэтому так вот даже пока мы с вами сидели уже можно видеть да что сол хорошо облегает нашу решеточку нет в таком виде оставлю можно было бы прорезать но к чему если сама решетка не прорезано тут уже детализации главное не перемудрить так теперь наши надписи с с тоже очень быстро отлипают декали от подложки уэбра не знаю кто им печатать сами они там печатают или как но утоми и как-то подольше все это происходит куда ты едешь куда ты едешь да ёпта ставим все замри приклеил я обе с и осталось еще несколько маленьких декалей маленьких но очень важных фернандо алонсо люблю я маленькие декольки с ними господа попроще вот с крупными по-прежнему проблемы но я думаю что вместе с вами мы найдем истину научимся работать с любыми декалями потому что мало приобрести жидкости маркфиты с этой совы все что угодно аврору надо уметь с ними работать фернандо ты готов алонсо как-то сразу попал туда где надо в данном случае случае контракта с маклареном есть сомнения что он попал туда где надо всегда сверху надо проверять потому что вам кажется что дека легла ровно потом когда сверху сфоткаетесь сильно удивитесь что одна вперед ушла другая назад меня еще остались напомню декали это ремни безопасности которые я приклею уже после того как покрою модель лаком сидение лаком и задний стоп фонарь и выпекли уже когда модель быть практически собрана то что лакомого покрывать не получится будет она носит таком готовом виде можно сказать ну что ж ребятушки в целом я вполне доволен тем как легли тыкали на эту модель да это не очень легко нужно иметь определенные навыки иметь химию уметь с ней работать но я сейчас все это отправляю на лакирование каждую детальку мне нужно пролакировать после чего уже непосредственно перейдем прямо таких сборки уже нашей модельки я думаю что еще парочка серии все будет закончено еще нужно поработать с нищим да еще есть чем-то работать что довести модель дома но теперь пару слов о декальной химии и будем на этом закругляться на сегодня это к чему бы хотел сказать ребят я очень часто говорю о комментариях о подсказках это все здорово я действительно это ценю спасибо вам огромное но порой случается так что просто эти комментарии противоречит друг другу вы сами об этом знаете один комментарий допустим что надо все делать сетом а солом в конце просто приваривать второй комментарий что сет не нужен надо сразу лицо и т.д. и т.п. это все зависит от того как человек делать что делать можно по разному вообще сама декаль рассчитана на то чтобы приклеивать ее водой то есть она отлипает от подложки благодаря воде благодаря воде и разбавленному на ней клею той же водой она прилипает к самой детали фактически этого может быть вполне достаточно маркфит стронг от атомии довольно неплохо размягчает эту декаль и делает ее менее грубой менее толстой то есть он в какой-то мере разъедает подложку сет и сол вообще жидкости хитрые с ними нужно учиться работать нет какого-то рецепта потому что я пробовал по-разному и получается одинаково можно вообще сетом не пользоваться просто приваривать солом можно сетом доводить декаль просто до идеального состояния потом чуть-чуть солом ее приваривать можно в сложных местах прям на мокрый сет лить сол в общем вариантов очень много это все химия кто изучал химию школе или где-то высших учебных заведениях знает что все зависит от пропорции от температуры от влажности воздуха там очень много факторов никто вам никогда не скажет возьми сделай так и будет тебе счастье такого не будет надо пробовать еще одна очень важная деталь которую я заметил и о ней стоит сказать что как ни крути все декали разные вот я попробовал от разных фирм на другой модели у меня есть декали картограф здесь вот ребровские декали томиевские декали использовал от хеллера декали ужасные использую покупные различные печатные декали все они реагируют на химию по-разному как ни крути почему вот вам да говорят сделай так и будет хорошо у тебя не получается да потому что ребят декаль от картографа когда я прохожу ее солом она превращается вот как рыбья шкура значит такая вся тянущаяся причем моментально моментально сделать не уже практически ничего невозможно она сморщивается вот у меня остались морщины ребровские декали вот мы сами с вами видели даже после того как ты прошел солом с ней вполне адекватно можно работать она становится такой слегка липкой но при этом все таки еще транспортабельной скажем так что касается карбоновых декалей там вообще кайфую когда я делаю потому что как только ты проходишь их солом они становятся похожи на что-то типа скотча они становятся очень липкие но при этом остаются твердыми и я спокойно пальцами ватной палочкой кисточкой зубочисткой их прижимаю туда куда надо единственная фишка что с карбоном легче работать потому что там то отрезал кусок как его приклеил так он и лег а вот с декалями которые имеют границы декали и спонсоров декали расцветки там уже из ты косякнул на миллиметр то все в общем то вот такая история уже который раз я пытаюсь понять как идеально приклеить декали и понял лишь одно что даже среди профессионалов эти споры не утихают это очень сложный процесс пожалуй более сложный чем покраска самого болида в покраске там как раз таки все ясно соблюдай технологии у тебя все получится но если не совсем дурак с декалями уже во многом срабатывает его величество случай повезет не повезет вот пожалуй вкратце так об этом можно рассказывать часами тем более когда тебе уже есть что рассказать основной вывод таков пробуйте сами экспериментируйте и чем больше вы налетаете часов полета если можно так сказать тем лучше и профессионально у вас все будет получаться так что я донес до вас все что смог еще раз скажу что это не догма я делаю так как делаю я и делаю это так что меня это пока не очень устраивает поэтому просто какие-то полезные моменты если вы себя извлечете будет круто круто будет если вы подпишитесь на канал поставить лайки под видео на этом пожалуй на сегодня все костя спасибо за кепку мы устроили небольшой корпоратив в москве не забывайте что завтра в 10 утра 23 февраля 16 года я выложу ролик где объявлю победителя которому достанется кит от эбро макларен mp4 на 30 на сегодняшний день это самая свежая самая поздняя так скажем модель из мира формула-1 в двадцатом масштабе моделируйте моделируйте применяя знания и опыт до встречи пока